приветствую вас мои дорогие друзья сегодня у меня очередной ролик с показом моих покупок сделанных на барахолках блошиных рынках а также по интернету но все эти покупки это покупки с second hand со вторых рук и начну я свой сегодняшний показ с вот этого стаканчика это наверное стекло скорее всего такой тонкий стеклянный стаканчик наверное для сока и для воды с гравировкой в виде виноградных гроздей такой вот очень приятный стаканчик также по теме я нашла еще два бокала винных это тоже очень тонкое стекло или даже хрусталь наверное это даже хрусталь или может быть хрустальное стекло здесь также видите гравировка вот на темном фоне конечно лучше видно гравировка в виде виноградных гроздей так фокус видите очень плохо на таких бокалах с рисунком фокус ловится очень плохо и пропадает время от времени к сожалению по-другому у меня никак не получится показать вот таких вот два бокальчика видите какая красивая ножка обратите внимание тоже и красивая гравировка следующая находка это тоже стекло и посмотрите какая прелесть это два две маленьких рюмочки такие миниатюрные может быть это кукольная посуда и не знаю но я знаю что очень многие ну не очень многие но коллекционеры стекла коллекционируют вот такие вот маленькие именно миниатюрные предметы из стекла это прессованное стекло я так думаю видите здесь очень много таких как вкраплений как бы капелек и на ножки и на самой рюмки и вот такие вот красивая такая у него форма прозрачное стекло и вот такое вот стекло рельефное такие две рюмочки дальше керамический горшочек я купила вот такая вот керамика довольно таки интересная работа мне показалось это такая она не гладкая интересно такое вот нанесение вот переход цветов одного цвета в другой сама форма видите внутри как бы лопнутые даже пузырьки я не знаю я помню читала что такого типа керамику называют лава не знаю относится ли это именно к этой керамике это название ведь здесь еще есть такая подпись автора н.в. наверное да или вот так надо смотреть наверное все таки вот тогда н.в. очень приятно и мне кажется что букетик с полевыми цветами в этом горшочке будет смотреться очень красиво еще одна керамическая вещица вот это и возможно это вазочка да для таких небольших цветочков в каждое это круглое отверстие вставляется цветок как вы считаете мне тоже это очень понравился на во первых и формой вот этот вырезанные вот эти вот узоры во вторых расцветка расцветка этого предмета мне очень понравилось вот если присмотреться вообще это очень красиво я не так давно открыла для себя керамику и в данный момент я под большим впечатлением от именно немецкой керамики которая попадается мне естественно чаще всего потому что я живу в германии вот эти вот переходы цвета мне очень нравится вот возможно это ваза для небольших цветов каждое отверстие вставляются цветочки а возможно это такая емкость для для каких-то сухих трав ароматов ну вот здесь должна быть тогда быть крышечка конечно в принципе чтобы туда их закладывать поэтому я не знаю какие у вас идеи или это просто такая вот приятная красивая вещь для интерьера или может быть это подсвечник сюда вставляется свечка напишите ваши мысли в комментариях что это такое и вот еще такую красивую жестяную коробочку я тоже купила жестяные коробочки тоже стали привлекать мое внимание но когда они такие необычные красивые как это ведь она сделала такого виде сундучка красивые корабли цвет такой типа под медь покрашена покрашен металл что же здесь такое было здесь были шоколадные конфеты такая вот коробочка на ножках для хранения каких-то мелочей для хранения бижутерии открыток каких-то писем может быть каких-то старых сейчас уже особо никто конечно писем не пишет но может быть что-то другое хранить причем короче можно что-то хранить в таких коробочках ну и также это естественно предмет коллекционирования я знаю что есть коллекционеры жестяных коробочек еще одна находка в которой я отражаюсь это две формочки для мороженого как креманки для мороженого остальные наверное нам всем такие знакомы из нашего советского прошлого в кафе мороженое подавали как раз почти почти таких же креманках я помню ходила с подругой есть мороженое в кафе зимушка и мы там кушали мороженое по-моему только чуть повыше были ножки такие вот можно было заказать один или два или три шарика и полить чем-нибудь или растопленным шоколадом типа какао или вареньем я помню очень любила пломбир мороженое с черно-смородиновым вареньем или с вареньем из черноплодной рябины вот такая вот находочка а вот две миниатюрные кофейные пары с мелкими букетиками очень мне нравится я знаю что многие вам тоже нравится такой рисунок который многие называют ситцевым это очень старенькие такие две кофейные пары период их изготовления это 1950 1959 год изготовлены они на фирме веб штат ланенсфельд такое вот клеймо с самолетиком это фарфор этой фирмы не так часто встречается и эта фирма вот этот период времени с 50 по 59 когда она была приватизирована гдр и короче приватизирована государством именно в этот период она носила такое название и имела такой штамп вообще это очень старая немецкая компания которая со своего момента образования в 1889 году поменяла большое количество как хозяев так и разных названий какой-то какой-то момент 69 году она была присоединена к не менее известной фирме кольдец которая поставляла много фарфора и в советский союз вот потом она присоединялась другим компаниям так далее так далее пока в 2007 году не прекратила свое существование так что это уже этот фарфор с этим клеймом это уже история история немецкого фарфора кстати вот это вот эти три буквы в названии в клейме они кстати часто встречаются сейчас просто найду где это будет лучше видно ну нет в общем короче когда в клейме есть слово веб три буквы фэй эйбэй это значит фолкс айкон бетрип то есть предприятие принадлежащее народу то есть сразу понятно что это фарфор периода гдр не только на этом штампе еще есть на других на штампах других фабрик например фабрики лихты можно увидеть это название также на керамике то есть сразу понятно что это фарфор или керамика периода гдр в основном это где-то начиная с конца сороковых 50 60-е годы процветали как раз вот эти вот народные предприятия такие вот видите какие они маленькие по сравнению с моей рукой это кофейные мокко мокко парочки они кстати вот если присмотреться видите даже есть неровности они по цвету немножко отличаются не видно что качество так знаете немножечко подхрамывает но в общем то все равно это получается уже такой исторический фарфор поэтому я время от времени приобретаю такие вещи я думаю что коллекционером если даже не в этот момент то через некоторое время такие вещи будут интересны так что я хочу показать дальше видите у нас сейчас с вами фарфоровая часть показа вот такая вот тарелочка с красивым подглазурным кобальтовым рисунком знаменитый луковый узор такое вот блюдечко такое слегка глубокое здесь тоже можем увидеть что здесь написано луковой узор настоящий кобальт подглазурная роспись и фирма тиршен рэйт бавария вот просто просто такая тарелочка захотелось мне ее приобрести очень понравилось мне нравится когда такая подглазурная роспись на фарфоре она придает какой-то особый шарм посуде выглядит это очень красиво дальше такая вот форма форма это для желе или для пудинга думаю что тоже на довольно таки старенькая ну и рисунок мотив рыбка конечно же не могла пройти мимо надо будет как-нибудь сделать какой-нибудь десерт и посмотреть как это будет выглядеть вот видите здесь такая просто какая-то отметочка есть но как такового штампа штампа фирмы нету вот иногда встречаются мне такие формы и я думаю что надо покупать потому что это тоже уже такие вещи которые встречаются не так часто вот этот подсвечник я уже хотела показать вам давно очень очень симпатичный я в него влюблена влюблена в эту птичку синичку которая сидит у основания этого подсвечника тоже нашла я один раз ее как-то в коробках именно была удивительная находка для меня найти такую вещь в коробках в полном в полном порядке видите ничего не отколото у нее все и хвостик и крылышки и клювик даже самое главное клювик не отколот как можно было бы этого ожидать чудесный подсвечник такое вот клеймо забыла название фирмы надо было нам записать его я его нашла но но забыла память девичья уже стала то я вообще никогда так особо на имена и название знаете памятью особо хорошей никогда не обладала мне надо все записывать ну подсвечник просто чудо вот у меня есть небольшая коллекция фарфоровых птичек и вот как раз этот подсвечник туда вписывается птичка сделана очень реалистично очень красиво окрашена просто чудо и что раз уж начали мы показывать пернатых покажу вам еще свои находки вот такие вот две фигурки я приобрела это наверное гуси да или утки кто это обычно вы мне всегда пишите кто это гуси или утки напишите наверное гуси да такие вот золотыми бантами в довольно таки хорошем состоянии симпатичные фигурки такие я бы сказала не топорные вот насчет производителя ничего не могу сказать это может быть как китай тайвань также и германия и чехословакия венгрия так как нет никакого штампа поэтому сказать о том кто их произвел но они просто милые в общем то думаю не так важно да кто производитель такая вот парочка можно их ставить по-разному создавать каждый раз новую композицию такие вот два гуся и компанию гусям еще вот такой вот лебедь лебедь кашпо видите тоже такое миниатюрное совсем маленькое кашпо небольшим диаметром но я думаю что в него например можно поставить какой-то суккулент какой-то такой вот кактус не кактус но такой кактус с мясистыми листочками будет красиво выглядеть тоже понравилось такой кашпо у меня их даже несколько штук уже уже даже получается небольшая коллекция такого типа кашпо так что вот такая вот компания вот еще одна находка вот этот вот кувшинчик керамический очень понравилась его расцветка видно или нет такая вот нежно нежно зеленая полосочка идет по нему самый такой бежеват сероватый вот я уже нарвала букет лютиков несколько дней назад поставила в него стоит у меня сейчас на террасе на подоконнике вот такая вот находка хочется назвать прям крынкой этот кувшин внутри у него кракелюр но для цветов как ваза для цветов как раз расцветка просто замечательная вот сейчас чуть поближе покажу этот нежно-нежно зеленая такая вот полосочка идет по нему вот еще одна моя находка посмотрите какая красота это картинка картина и у меня были сомнения что этому возможно даже ручная работа написано руками то есть прям тонким тонким пером и окрашена акварельными красками потому что смотрите сделан этот рисунок на акварельной бумаге он вставлен в очень хорошую качественную деревянную рамку здесь сделан паспарту овальный вырезан то есть профессиональная с обратной стороны видите как он сезде как все сделано и цена 37 видите 37 наверное дочь марка марк здесь правда видите подвес отвалился но ничего я находила коробочку с подвесами так что подвесы сюда прикреплю или это какой-то дорогой оттиск поэтому я вот не знаю присмотритесь пожалуйста может быть кто-то из вас художник и знает такую технику что это такое или это настоящий рисунок тонким пером тушью или это какой-то оттиск но красота просто необыкновенная тюльпаны букет тюльпанов и ветки сакуры цветущей вот это просто просто чудо даже не знаю мне прям повезло повезло крупно с этой картинкой я так считаю потому что уже до меня много народу прошло все как-то их отбрасывали все ее отбрасывали эту картинку а я у меня глаз алмаз как сам себя не похвалишь да никто не похвалит посмотрите как красиво это сделано нарисовано я так думаю что все таки это ручная роспись настоящая может быть конечно нет но мне бы хотелось в это верить возможно это какой-то оттиск очень качественный и окрашен акварельными красками вот такая вот картина так что хотел еще показать вам ой главное не поразбивать тут все еще хотела показать вам купила вот такие тарелочки кстати тут дождик по-моему немножечко начинается уже как-то тучка набежала пока я снимала ролик надеюсь что ливень сейчас не пойдет вот такие вот тарелочки из розового стекла блюдечки десертные тарелочки но они такие знаете чуть больше блюдечка но наверное десертные скорее всего тарелки очень очень симпатичные старенькие я думаю видите какая гравировка видит цветка на каждой тарелочке графировка с внешней стороны да с этой стороны гладкие тарелочки вот такие вот, они все одинаковые одинаковый рисунок но цветочки, знаете отличаются друг от друга поэтому я думаю, что это ручная гравировка четыре четыре такие замечательные тарелочки Розалин глаз называют здесь в Германии розовое стекло дальше, такая вот находочка миниатюрная чашечка к сожалению, без блюдца блюдца обыскалась просто и в той коробке, где нашла эту чашечку и в соседних не нашла, и у продавщицы спрашивала нет, говорит, нет, это надо искать тебе самой, типа вот, видите, такая вот красивая в стиле югент стиль, сделана она рисунок такая вот миниатюрка видите, какая маленькая так, ну, будем искать блюдечко все еще может быть потом нашла, смотрите вот такую вот штучку что-то мне показалось, что это Россия вернее, Советский Союз наверное вот, посмотрите на клеймо я думаю, что вы мне сейчас напишите обязательно несмотря на то, что сильный кракелюр присутствует опять же, рыбка рыбка меня покорила видите, какой-то пруд, наверное или, ну да, заросший камышом и рыбка тут плавает и солнышко все так стилизовано я вот не знаю, или это солонка или это салфетница индивидуальная или что это такое в общем-то, это часть какого-то сервиза я думаю ну, напишите мне что за предназначение или это баночка для горчицы или что это такое вот видите, вот ее размер на моей ладони может быть, для какой-то приправы ну, наверное, для горчицы ну, у меня такое, знаете есть подположение ручная роспись вообще, короче, классная какая-то вещичка такая вот фарфоровая ну, как, не оставлять же в коробке правильно такую интересную вещь и вот этот домик, наверное, вы помните я тоже нашла его как-то в коробке прямо при вас в ролике такой вот голландский домик это коллекционный домик оказался прям очень такой, знаете, коллекционный такие я посмотрела в интернете от 35 евро ну, это кто во что гора, знаете начинается где-то от 30-35 евро за такой домик они разные из них прям составляются целые улицы видите, здесь даже написано как адрес адрес и номер дома то есть это копия настоящего дома в Амстердаме по улице Хиренграхт 91 вот написано, что ручная роспись такой вот домик так бы найти целую улицу было бы классно мне очень нравится голландская архитектура я жила некоторое время в Амстердаме очень люблю этот город такой вот домик коллекционный и потом еще я нашла вот такую вот вещь и открыла для себя польскую польский фарфор вот привлек меня этот рисунок похожий на павлиний глаз и на самом деле оказалось, что этот рисунок часто называют павлиним глазом он бывает в разных конфигурациях это Болеславец сделано сделано в Польше написано на клейме бывают целые сервизы вот такие вот очень красивые яркие краски ручная работа только молочник я нашла к сожалению других не было частей хотелось бы еще хотя бы сахарницу ну и чайничек бы тоже не мешало но попался только молочник ну будем искать дальше вот для меня это такое вот небольшое открытие польская керамика хотел сказать похоже, знаете он такой по весу похоже на керамику ну вот так-то видно что фарфор видите есть не заглазурованный вот этот вот край который говорит о том что это фарфор ну такой какой-то толстостенный такой вот такой вот молочник и что еще хотел показать а да вот эту леечку тоже помните я нашла вот такая вот леечка тоже хорошенько называют здесь их лейки для кактусов потому что удобно таким тоненьким носиком поливать небольшие горшочки и что я хочу показать вам сейчас свою самую красивую находку за последнее время наверное это вот это трио все вы обратили на него внимание видели момент когда я нашла его в коробке сначала чашечку а потом и две тарелочки вот такое вот чудо так есть небольшая точечка от обжига видите это не грязь это точка уже в глазури фирма леттин это 50-е годы конец 50-х ручная роспись вот это вот золото по голубому ободку и я только дома рассмотрела что оказывается это рождественское трио вы сейчас наверное удивились скажите почему рождественское почему как это а вы посмотрите на рисунок вот этот золотом и что вы здесь видите я мужу своему принесла тарелку говорю к какому празднику это это трио он долго рассматривал до него долго доходило а потом дошло и посмотрите кажется что это просто какой-то издалека кажется что просто какие-то узоры золотом да по голубому фону ну присмотревшись что мы здесь видим мы видим здесь оленя елки опять олени опять елки то есть олени скачущие по зимнему лесу елочки олени у нас символизируют рождество такая вот красивая форма почти квадратная короче не просто круглая тарелка и блюдца кстати они были очень-очень грязные коричневого цвета и тарелка и блюдца я очень боялась очень переживала что я не отмою но все отмолось просто замечательно просто закоптилась где-то стоя наверное где-то около камина или как в общем короче просто копотью покрылись они но все замечательно отмылось видите такая красота так у нас погода все ухудшается ну все я уже почти заканчиваю свой ролик это был последний последняя моя находка которая хотела показать вам сегодня такая вот красота и на этом красивом кадре я заканчиваю свой сегодняшний ролик надеюсь вам было приятно со мной под пение птиц под звуки природы смотреть этот ролик и я буду рада вашему лайку под этим роликом если он вам понравился желаю вам всего самого хорошего подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписались я кстати увидела что только 40% смотрит с подпиской мой канал почему-то я не понимаю что вас останавливает от того чтобы подписаться на мой канал кстати мне даже приходили сообщения я не ваша я не ваша подписчица но я смотрю все ваши ролики меня это так улыбает я не могу понять почему человек не подписывается подписка это же бесплатно для вас совершенно можете подписаться и не пропускать мои ролики вам будут приходить уведомления желаю вам хорошего настроения здоровья и увидимся уже скоро на следующей неделе всего самого хорошего пока-пока 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»